На Псалом Асафу 78 Написание пророчества понятно, поэтому обратимся к истолкованию Псалма. В нем содержится не порицание язычников, как некоторые думают, а пророчество о том, что случилось с иудеями, когда их наследие получат язычники. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, и Иерусалим превратили в развалины. Это случилось с иудеями, когда Иерусалим взят был ассирийцами, потом македонянами и, наконец, римлянами. Так как это понятно, то обратимся к духовному смыслу пророчества. Когда язычники вошли в наследие иудеев, то есть получили богопознание, потому что в этом и заключается древний удел иудеев, как об этом и говорил им Моисей во Второзаконе, «Вас избрал Господь Бог и всех народов, сущих под небом». 7.6. Тогда они осквернили святые и храм, находившийся в Древнем Иерусалиме. Не в том смысле, что сами оказались виновниками осквернения, а в том, что обнаружили скрывавшееся осквернение храма, которое вносили своим нечестием, священно действовавшие в нем. Подобно тому, как священник, посмотревший на предполагаемую проказу и по расследованию объявивший болезнь, делает заболевшего, как говорят, нечистым, не потому, чтобы он причинил осквернение, это не свойственно священнику, а потому что он объявил больного действительно зараженным. Так точно сделали тоже с иудеями язычники. Оправдание последних лишило святости первых. И непослушание древнего народа стало очевиднее через послушание нового. «Трупы рабов твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых твоих зверям земным». Почему? Потому что они, получив закон Духа, Тух закона и пророков, оставили себе на хранение одни только плоды буквы. Это было делом не людей, а Бога, который хотел, чтобы доказательства нашей веры сохранены были у врагов. Осенним плодом справедливо называется буква, «Потому что она дает не истинную пищу, а приходящую». «Трупы рабов твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых твоих зверям земным». Птицы небесные часто принимаются в Божественном Писании в дурном значении. Это подтверждает хлебодар фараона, который, увидев во сне птиц небесных, расклевывавших хлебы, которые он нес на голове, получил исцелкование сна в том смысле, что они ему отнимут голову. С пищей этим птицам церковь дала трупы иудеев, точно так же зверям земным тела преподобных. И эти звери – злые силы, как это ясно изъяснил нам Исаия, когда он говорил о Вавилоне. И там будут жить звери, и указывают, какие именно страусы и косматые будут скакать. В названии иудеев – рабами. Нет ничего удивительного. Потому что искрывший талант араб, который служил их изображением, назывался рабом ленивым и злым. Если бы они были добрыми рабами, то не стали бы трупами, то есть не имели бы преступных мыслей и злых дел. Если так же пророк назвал их святыми, то не по делам, а по имени. Подобно тому, как и ложные пророки часто называются пророками, хотя пророчествуют и не от имени Бога, равно как святыми, получившие святое помазание, хотя и не хранят святыни. Вот почему Иезекииль, когда видел видение разрушителей Иерусалима, услышал следующие слова, которые говорил ему Бог. «Не пожалейте, не жалейте ни старца, ни юноши, ни девицы, ни младенца, и жен избейте до смерти, и не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». 9.6. Потому что они были святыми только по виду, а не на самом деле. В противном случае они имели бы знамение и не подверглись бы истреблению наравне с прочими. Так и теперь пророк называет их святыми по имени, поэтому и плоти их, то есть земные дела, поели, как образно он говорит, мысленные звери. Плоти называются те, кто помышляет только о земном, как это показывают слова Бога, когда он хотел на весь потоп. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым, потому что они плоть, их три, пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Кровь их, душевные грехи, за которые наказанием бывает кровь. Грехи эти разлились, как вода, то есть не могут уже быть исправлены, подобно тому, как не может быть собрана разлитая вода. Поэтому-то, Тихоитянка и говорила Давиду, мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю. Второе царство, 14-14. Где же Бог пролил ее? Вокруг Иерусалима, то есть в нем, погубив его жителей, потому что кровь их на них и детях их, как говорили сами обвинители Христа, и не было погребающих. Почему? Потому что они, как мертвые, уже не могли погребать друг друга, а церковь погребать их, то есть прикрывать их грехи, не дозволяет. Что же служит этому препятствием? Изречение Божие, говорящие «Оставьте своих мертвецов». Почему же? Потому что кто пытается прикрыть грешников, тот явственнее только обнаруживает перед всеми свои позорные дела. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Ни бедность, ни невзрачность внешнего вида, ни болезнь, ничто другое так не постыдно, как грех, потому что он является болезнью произвольную, раной, происходящей от расположения боли. Заметь мудрость пророка. Наказание, говорит он, пришли на них, то есть на согрешивших, но к поношениям, объявляет он причастен, и он вместе с ними. Если он был пророк, то стыдился за неверивших пророчеству, если священник, то за освящаемых им. Но потом нарушавших закон и зато подвергавшихся наказанию. Для каких же соседей иудеи стали посмешищем и для каких окружавших поруганием и посрамлением? Пророк, разумеет, демонов, которые стали соседями иудеев по причине их нечестия. Окружающими же их называется потому, что постоянно нападают на них. Да коли, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность твоя, как огонь. На эту ревность Божию в отношении к иудеям указывал и законодатель Моисей, говоря, они раздражили меня не Богом, прогневали меня идолами своими, и я раздражу их не народом, народом несмысленным, прогневая их. Старозаконие 32, 21. И далее пресса укупляет, как огонь возгорится ярость моя. Так как этот гнев Божий на иудеев послужил причиной призвания язычников, Павел и говорит, как они были непокорные Богу, то ныне помилованы, чтобы по их непомилованию были помилованы мы. То пророк, естественно, спрашивает, до каких пор, и неужели навсегда Бог останется гневающимся на иудеев? На это Дух через Павла дает такой ответ. Три. Когда войдет полное число язычников, тогда весь Израиль спасется. Римлянам 11, 25. Их 6, 7. Пролей гнев твой на народы, которые не знают тебя, и на царство, которое имени твоего не призывают, ибо они пожрали Якова, и жилища его опустошили. Пророк говорит не о всех язычниках, почему и сказал не просто народы, а языки, не знающие тебя, а мы знаем Бога, и имя его на нас. Но мы не поедаем Якова, потому что не поносим и не порицаем его. В чем заключается поедание, по изъяснению Павла, который говорит, если вы угрызаете тот друг друга и съедаете, то берегитесь, чтобы не были истреблены друг другом. Галатам 5, 15. Равным образом и места его не опустошаем, потому что как это может быть, если каждый считает Израиля за собственное общее всем отечество? Не нам, следовательно, желал зла пророк, а тем, кто остается в неведении и не желает принять имени царства Божие. Эти-то и должны страшиться кары. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Потому что как можем мы удовлетворить за старые и новые преступления? Может быть, под прежними беззакониями пророк разумеет те, которые совершены были в пустыне, так как за них Бог изрекал много различных угроз. Почему пророк истрашился памятования о них? Ничто так не делает человека бедным, как грех. Но еще беднее становится он, когда к греху присоединяется нечестие. Вот почему он и молит Бога, чтобы он скорее явил к ним свое милосердие, чтобы им, доведенным к крайней бедности до отчаяния, не погибнуть. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Хорошо пророк указал на славу Божию, так как не мог поставить на вид праведности народа. А слава имени Божия и выражается в милосердии к грешникам, почему Бога называется щедрым, милостивым и долготерпеливым. Так Моисей говорит, и призвал имя Господне, «И возвал Господь Бог щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный». 851. Видишь, что молитва обращена здесь ко Христу. Он называется не только Богом, но и прямо Спасителем. Он есть и слава имени Бога, то есть Отца. Почему и Павел назвал его сиянием славы Отца. И дальнейшие слова ясно показывают, что речь идет о Христе. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками и пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Кому свойственно очищать ради собственного имени грехи, как не Христу, который приобрел очищение? Он снискал очищение грехов иудеев, когда распинаемый говорил Отцу, «Отче, прости им, не знают, что худо творят». Потому и Павел говорит о нем. Его предложил Бог во очищение веры в крови его, в явлении правды своей, в отпущении прежде бывших грехов. Римлянам 3.25. Милостивым же грехам иудеев он является не только ради их самих, а гораздо более ради язычников, чтобы последние, не зная милосердия Божия, не сказали, где Бог их, и не впали бы в обман в силу своего неверия, а напротив, чтобы познал это милосердие, руководились им, обращались бы со всем усердием и спасались. Дальнейшие слова могут служить для тебя подтверждением закона. Да придет предлицо твое стинание узника. Почему пророк хочет, чтобы отмщение стало известно и язычникам? Потому что оно должно было совершиться над демонами, которые кровь, то есть душа рабов божьих, иудеев, осквернили идолослужением. В чем же состояло мщение? В низ провержений идолов, сожжение бесовских храмов, которое совершается перед глазами иудеев, а они видят совершающиеся, но остаются безучастными. Напротив, язычникам отмщение ведомо, а не знает, какой рукою и чьей силою это производится и совершается, и приписывает погибель видящих кресту Христову. Да придет предлицо твое стинание узника, могущество мышцы твоей, сохрани обреченных на смерть. Не железными узами, а узами греха, потому что каждый связывается цепями своих грехов. Чтобы это воздыхание было услышано Богом, пророк об этом и просит, дабы могло случиться то, о чем и говорится дальше. Мышцы Отца называются, как многократно мы говорили, Христос по Его величию, то есть великим таинством Его богоявления, каковыми суть крест и воскресение является. Пророк просит Бога сохранить не умершленных, а сыновей этих последних. Умершлены же были те, кто не верил в продолжение настоящей жизни, а сыновых, уловленных апостолами, было великое множество. Седьмикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они тебя, Господи, поносили. И теперь пророк назвал соседами не людей. Он не стал бы молиться о воздаянии им седмирицы, зная, что судья этого не допустит. Как бы в таком случае он мог и петь, ты воздашь каждому по делам его. Он говорит, следовательно, о демонах. Последнее справедливо получает наказание седмирицы за то, что, обладая высшей сравнительно с нами природой, они, будучи не извергнуты с неба, не образумились этим. Но продолжает возмущать землю своим коварством за то, что не только сами грешат, но и нас побуждает грешить. И при том бесчесть от Бога, образ которого в них как бы не спал. Наконец, за то, что и после пришествия Христова они не отказались от излослужения, а предаются ему. И теперь, что же такое недра их? Гиенны. Это место назначено им изначало, как свидетельствует Христос, когда говорит, идите, проклятые в огонь вечно уготованы дьяволу и ангелам его. А мы, народ твой и твоей пажики, овцы, вечно будем славить тебя и в род и род возвещать хвалу тебе. Пророк разумеет все человечество, противопоставляя нас демонам, низверженным с неба. Он называет человека народом Божиим. И овцами пажите его. Почему же овцами пажите его? Потому что мы, верные, питаемся им через участие в таинствах. Это исповедание означает, что раньше было уже некоторое другое исповедание. Наперед Христос исповедал нас своими овцами, сказав, «Овцы мои слушают голоса моего». Затем, так как он хотел принять и язычников, присовокупил. Есть иные овцы, которые не этого двора, и тех надобно привезти. Ему приносим исповедание и мы, называя его пастырем в следующем псалме. И делаем это не на короткое время, а на веки, то есть непрестанно и возвещаем хвалу его в роды и роды, принося ему благодарственную хвалу во все роды. Или восхваляем его от обоих родов, не только от пребывающих в плоти, но и от тех, которые же отошли от плоти, когда в своих молитвах к нему призываем патриархов, апостолов, пророков или мучеников.